Смотрите сегодня в выпуске. 350 тысяч на свое дело. Как заключить социальный контракт? В Дивиеве проходят торжества, посвященные Дню памяти Серафима Саровского. Никто, кроме нас, 2 августа в России отметили День ВДВ. Подробности далее. Социальные контракты – одна из самых востребованных мер поддержки государства в нашем регионе. Ее внедряют в Россию с 2020 года. Нижегородская область начала работать с ними одной из первых. Сейчас уже заключено более 36 тысяч соцконтрактов, благодаря чему более 100 тысяч нижегородских семей смогли улучшить свое материальное положение. А несколько тысяч человек организовали собственный бизнес. В настоящее время социальные контракты заключаются по трудоустройству и на развитии индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальный контракт – это договор, который заключается между заявителем и управлением социальной защиты. При этом заявитель берет на себя обязательства по выполнению мероприятий социальной адаптации, а социальная защита берет на себя обязательства по выплатам. Социальный контракт – не просто помощь. Он призван вывести семью за границы бедности и обеспечить ее постоянным доходом. Соцконтракт по трудоустройству может быть заключен с гражданами трудоспособного возраста, которые по независимым от них причинам находятся в трудной жизненной ситуации, а также имеют доход ниже прожиточного минимума, который сегодня составляет 14 263 рубля. Выплаты по социальному контракту по трудоустройству происходят следующим образом. Первая выплата 14 263 выплачивается гражданину при заключении социального контракта. Далее три выплаты управления социальной защиты выплачивает гражданину, если он подтверждает официальное трудоустройство. Также с помощью государства малоимущие граждане трудоспособного возраста смогут открыть или спасти свое дело. Второй вид помощи, доступный по соцконтракту, – единовременная денежная выплата. С июля этого года ее размер составляет 350 тысяч рублей. Эти средства могут быть потрачены для приобретения основных средств и оборудования. За прошлый год в регионе заключили более 14 тысяч соцконтрактов. Их эффективность составила 65%. В 2022 году за 7 месяцев, которые прошли, было заключено уже 35 социальных контрактов, 23 из них по трудоустройству и 12 по развитию индивидуальной предпринимательской деятельности. По трудоустройству у нас процент эффективности – это половина заключенных контрактов эффективно. То есть люди выходят из бедности, трудоустроены, получают постоянный заработок, который превышает среднедушевой доход. Эффективность соцконтрактов, заключенных по направлению осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, показала стопроцентный результат. Все граждане, которые заключили контракты, успешно развиваются и получают стабильный доход. Заявление на социальный контракт можно подать через госуслуги, либо лично у нас мы приглашаем к себе в Управление социальной защиты населения на индивидуальную консультацию. Кабинет 120, проспект Мира 15, телефон для связи 981-29. Новые сверкающие белизной лады, только-только сошедшие с конвейера, теперь будут развозить медиков к пациентам, возить анализы и лекарства больным. Автопарк больницы пополнили две машины отечественного производства. Приобрести их получилось на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения. В результате удачно состоявшегося аукциона будет закуплен еще и третий автомобиль на эти средства. Автомобили в основном у нас будут предназначены для доставки наших сотрудников к пациентам на дом. Кроме того, эти автомобили будут использоваться для доставки лекарственных препаратов, биологических материалов. Новые машины существенны под спорью для КБ номер 50. До их покупки автопарк больницы насчитывал 9 автомобилей, не считая скорых. И в пандемию их не всегда хватало. Особенно обновление гаража актуально в преддверии осенне-зимнего подъема ОРВИ. К тому же ковид вновь поднимает голову. Медики не исключают новые волны, пик которой придется на сентябрь-октябрь. Тогда нагрузка опять, как и в прошлый подъем, ляжет на первичное звено поликлиники. Все случаи за последние две недели – это завозные случаи. Поэтому внутри у нас мы не проводим дифференциацию, какой вирус, какой штамм. Но потому что это все привозные случаи, скорее всего, это то же, что и в крупных городах нашей страны. Это и омикрон, и кентавр, новый штамм. Впрочем, особо паниковать не стоит. Новый подвид достаточно легкий. Как рассказал Игорь Викторович, сейчас тяжелых пациентов нет. Максимум – это средняя степень тяжести. Таких больных госпитализируют, и медики уже знают, как их успешно лечить. Так что к новому подъему коронавирусной инфекции больница готова. «Инфекционное отделение как работало, так и работает. Койки продолжают функционировать. Мы готовы развернуться в госпиталь на столь, сколько нужно. Есть запас необходимых лекарственных препаратов. С кислородом проблем нет сейчас, и мы надеемся, что их не будет. Контракт заключен до конца года на поставку кислорода». От тяжелых последствий этого заболевания защищает вакцинация, напоминают медики. Сейчас до подъема самое время сделать прививку. Во всех поликлиниках есть в наличии «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно на портале пациента на сайте КБ номер 50 и по телефону Единой справочной службы 95511. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Более 420 тысяч нижегородцев, по официальным данным, переболели коронавирусной инфекцией. В Сарове зарегистрировано около 40 тысяч случаев заражения. Это число продолжает расти. После перенесенной инфекции один из 10 заболевших сталкивается с постковидным синдромом. Львиная доля из симптомов постковидного синдрома приходится на усталость. Человек быстро устает, необычно для себя. И на долю таких пациентов приходится 49-50%. Испытывают после перенесенного заболевания быстро наступаемую усталость. Вторую позицию занимает одышка, то есть нехватка воздуха. При физической нагрузке она усиливается. Еще часть пациентов испытывают инсомию, нарушение сна. Плохо засыпают, часто просыпаются ночью. Грозные проявления постковидного синдрома – тромбозы. Таких 20-30% среди тех, кто испытывает постковидный синдром. Если вовремя не начать лечение, закупорка сосудов может привести к инфарктам или инсультам. В 23% встречается депрессия. То есть у человека идет в основном тревожность, такое понурое настроение. Если раньше его больше радовало каких-то вещей в жизни, то в этой ситуации больше негатива. 21% граждан, которые перенесли это суровое заболевание, испытывают выпадение волос. Встречаются боли в суставах, напряжение в мышцах, долгий сухой приступообразный кашель, учащенное сердцебиение. Больше всего постковидному синдрому подвержены лица старшего возраста и те, кто имеет хронические заболевания. Врачи советуют всем, кто переболел ковидом и тем более испытывает какие-то симптомы постковидного синдрома, пройти углубленную диспансеризацию. Углубленную диспансеризацию могут пройти люди, которые имеют официальное подтверждение в первичной медицинской документации. То есть у них факт, что он переболел, этот человек, он есть. Но если вдруг пациент перенес, условно, в легкой степени или самолечением занимался в средней степени дома и не обращался к врачу, он имеет полное право пройти углубленную диспансеризацию. Для этого необходимо написать заявление на имя руководителя медицинской организации. Гражданину при этом не вправе отказать. Приносить подтверждение в виде теста на антитела не требуется. Екатерина Пенова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Прогулки с друзьями, спортивные игры, поездки за город. Жизнь семилетней Мирославы летом наполнена приключениями. Но самое важное событие у нее впереди. Чуть больше, чем через три недели, девочка примеряет на себя новый статус – станет первоклассницей. Я жду от школы много друзей и красиво писать научиться. Начало новой школьной эпохи – волнительное событие не только для ребенка. Родители будущих первоклассников переживают не меньше. От настроя мамы и папы во многом зависит адаптация малыша к новым условиям. Надо объяснить ему, что в школе рядом с ним будут такие же дети, как и в детском саду. Можно заранее, еще до начала учебы, познакомиться с кем-то из будущих одноклассников. И тогда на 1 сентября в толпе ребенок с радостью увидит знакомое лицо. Рассказать, как сама мама, как мы в детстве учились, про маму, про себя, что-то интересное, какие-то веселые. То есть не возлагать сразу каких-то ожиданий и, конечно, не готовить к тому, что это прям труд. В первом классе нет оценок, но некоторые учителя вводят систему поощрения. Например, раздают наклейки за правильные ответы. Тем не менее, надо быть готовым к тому, что уже во втором полугодии вы увидите в тетради ребенка ошибки, исправленные красной ручкой. Ребенок сделает в одном диктанте 10 ошибок, он получит 2. Он начнет подготовку и работать над собой, выучит русский язык, придет на следующий диктант и сделает 5 ошибок. Он все равно получит 2. Вот, к сожалению, в нашей школе это так. Родителям в этом случае психолог советует вообще не обращать внимания на оценку, а похвалить малыша, что он поработал над собой и сделал гораздо меньше ошибок. Школа – это всего лишь часть жизни, очередной этап. Помочь его пройти безболезненно может любовь и поддержка родителей. К школе свое отношение, прежде всего, надо менять. Что если мой ребенок получает какие-то оценки в школе, такие, которые я ожидала у других, мой ребенок все равно окей. Я окей от того, что мой ребенок троечник, например. Я от этого хуже не делаюсь. Мне от этого не стыдно, не чувство вины, ни жарко, ни холодно. Встречая ребенка после школы, в первую очередь спросите его не про оценки. Поинтересуйтесь, как прошел его день, что он нового узнал и с кем подружился. Будьте спокойны и расслаблены. Тогда и вашего первоклассника отпустят напряжение. Ему будет легче учиться и привыкать к переменам в жизни. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Достойно показать себя на предметных олимпиадах разного уровня, успешно сдать выпускные экзамены в школе и без проблем поступить в ВОЗ на выбранную специальность – основная цель любого школьника. Но для ее достижения одной школьной программы недостаточно. Выйти за рамки привычных уроков, углубить свои знания саровским учащимся помогает традиционный летний турнир для юных физиков, математиков и биологов. У нас сегодня открытие. Саровские школьники из разных школ участвуют в этом проекте. Ну и замечательные преподаватели, которые приезжают к нам из Москвы и Нижнего Новгорода, и которые делятся своими знаниями со школьниками. Ну вот мы с волнением сейчас будем открывать физико-математический турнир 2022 года. Занятия для учащихся 9-11 классов традиционно проведут преподаватели ведущих ВОЗов страны. На протяжении 20 дней участники турнира будут заняты решением задач, получат консультации по сложным разделам программ математики и физики. Юные биологи погрузятся в мир насекомых. Поможет им в этом старший научный сотрудник кафедры энтомологии биофака МГУ имени Ломоносова Наталья Беляева. Когда в природе им покажешь всё, и они сами увидят, сами соберут, сами зарисуют, сами всё определяют, то, соответственно, всё в мозгах и укладывается. И дети заинтересованы, что меня радует, то, что они готовы заниматься, они, ну если можно сказать, не халтурят, не лентяничают, а наоборот, давайте, давайте больше, давайте это сделаем, давайте туда пойдём, давайте что-то узнаем. Турнир в рамках партнёрского проекта Департамента образования администрации города Сарова «Ирфятсвнеев. Молодые таланты Сарова» в нашем городе проходит вот уже больше 10 лет. В этом году его участниками стали около 90 учащихся. Мы очень любим август, потому что в большинстве российских регионов это каникулы, а в Сарове это традиционный физико-математический турнир, вот уже 21 по счёту. А это значит, что дети соскучились по учёбе, они хотят грызть гранит науки, мы это всегда приветствуем и поддерживаем. Первое занятие ребят – вступительные олимпиады, которые позволят педагогам определить уровень участников и выстроить дальнейшую работу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Тысячи паломников со всего мира ежегодно стекаются в небольшое село Девеево Нижегородской области, чтобы помолиться любимому русскому святому – батюшке Серафиму. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского в Девеевской обители традиционно празднуют два дня – 31 июля и 1 августа. В эти дни проходят праздничные богослужения. В конце 1990 года мощи преподобного Серафима Саровского, которые считались потерянными, обнаружили в Музее истории религии в Ленинграде. Перенесение святыни в Свято-Троицкий Серафима Девеевский монастырь состоялось 1 августа 1991 года. Мощи перевозили всероссийским крестным ходом по городам страны, а после установили в Троицком соборе в Девееве. С тех пор сюда ежедневно приезжают верующие как из ближайших городов и сел, так и из других областей и даже стран. Так мы встретили паломника из города Ивантеевки, Московской области. Сюда за помощью от батюшки Серафима он приезжает уже 10 лет подряд, потому что его молитвы мощей святого всегда сбываются. Приехал сюда на мощах, попросил, я говорю, ты там чудотворный, это нельзя сделать, но я прошу, раз ты чудотворный, сам был уверен, невозможно. 5-10 секунд, все, выполнено моментально. Потом еще раз приехал, опять выполнилось, это личная просьба. Большие двухдневные серафимовские торжества нельзя представить без помощников. Добровольцы из Сарова ежегодно помогают на территории монастыря и в палаточном городке. В этом году отряд волонтеров также трудился на камерах хранения, в паломнической трапезной и на богослужениях. Некоторые из участников волонтерского движения попробовали свои силы на серафимовских торжествах в первый раз. Первый день я укладывал одеяло для паломников, второй день я был на камере хранения, а сегодня я был в паломническом центре. Тяжеловато, но атмосфера праздника, прежде всего, праздника. Батюшки Серафима, это греет душу, да и погода неплохая, солнышко. Позднюю божественную литургию в главном пределе Троицкого собора Дивеевского монастыря возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили собор архиереев и духовенство Нижегородской епархии. Также по доброй традиции 31 июля и 1 августа из Сарова в Дивеево и обратно отправляется крестный ход. Саровчане, а также паломники из других городов проходят пешком десятки километров. Крестный ход в дни памяти Серафима Саровского начал свою историю с 1996 года. После окончания божественной литургии крестный ход отправился обратно в Саров от ворот Серафима Дивеевского монастыря. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. В ДВ все, кто служил в этих войсках, собираются у вечного огня. Хочется сказать тем ребятам, которые находятся сейчас выполнять задания на спецоперацию. Они тоже с нами в этот день. И те, которые ушли от нас, тоже. Они всегда будут с нами в душах и в сердцах. Слава, ВДВ! Ура! 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 Алексей Крылов вместе с братом Сергеем служил в бригаде специального назначения. В 2007 году их призвали в армию, отправили в десант. В 2008 братья заключили контракт и поехали решать боевые задачи в Южную Осетию. Боевая подготовка очень сильная, хорошая. То есть, интересная служба. То есть, на вертолетах полетали, на самолетах. Гору увидел. Что я с парашютом попрыгал. Самолет, также с парашютом. Интересная служба. А сколько раз парашютом попрыгали? Ну, десяточка есть. Вернувшись из армии, братья присоединились к дружному братству ветеранов ВДВ. На плечах десантников лежит большая патриотическая работа, в том числе в военно-патриотических клубах. С юных лет они воспитывают в ребятах мужество, героизм и умение не пасовать перед трудностями. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Более 4 тысяч жителей Нижегородской области пропали без вести с начала года. 444 из них – дети, сообщает региональное управление МВД России. К счастью, большинство пропавших вернулись домой. На сегодняшний день установлено местонахождение 3977 человек. В том числе найдено 408 детей. 36 несовершеннолетних были объявлены в федеральный розыск. 31 из них смогли найти. Как отмечают представители поисково-спасательных групп, если ваш родственник не вернулся домой и не выходит на связь больше часа, не нужно ждать несколько суток. Надо сразу бить тревогу. Для начала не нужно ждать 3 дня. Подача заявлений, если речь идет о ребенке, то через полчаса. После того, как он не пришел домой, если касается взрослого, то час-два. То есть не нужно, как раньше говорили, ждать 3 дня. Потому что, как правило, мы начинаем работать сразу, чтобы успеть поймать свежие свидетельские показания, чтобы посмотреть камеры, пока они не стерлись. Если ваш близкий не вернулся домой в назначенный срок, не теряйте время и сразу обратитесь в полицию. Лучше всего это сделать по месту проживания пропавшего. При себе важно иметь свои документы, удостоверяющие личность и документы пропавшего родственника. Обязательно нужно взять с собой его фото. Желательно, чтобы на фотографии человек был в той одежде, в которой выходил из дома в последний раз. Как правило, связи с показаниями больше идут по образу в целом. То есть человек запоминает не лицо проходящего, а во что он был одет, как он себя вел. После того, как вы подали заявление, необходимо обязательно спросить контакты сотрудника, принимающего заявление. Для чего это нужно? Чтобы, если вдруг человек пришел домой, вы могли спокойно связаться и сказать, что человек уже найден, поиск можно прекращать. Участники группы «Рысь» занимаются поисками людей не только в нашем городе. Как только поступает заявка, они выезжают на помощь. Алексею приходилось искать и в Вексии, и в Мордовии. Чаще всего объектом поиска волонтеров становятся грибники, и те, кто решил прогуляться в знакомом лесу и заблудился. Искать человека проще, если он остается на месте и соблюдает несколько правил. Взять себя в руки, осмотреться, вспомнить, откуда мы приходили, характерные опознавательные знаки, какие-то квартальные столбы, просеки, линии электропередач, отдельно стоящие деревья, либо реки. Если у нас есть возможность дозвониться, мы сообщаем, что мы потерялись, где потерялись, и у нас уже, скажем так, начнут локализовать, искать. Если связи нет, постарайтесь развести огонь и никуда не уходите с места. Перед уходом в лес обязательно предупреждайте, куда вы идете. Берите с собой заряженный мобильный телефон, необходимые лекарства, воду, легкий перекус и фонарик. Также лучше иметь при себе свисток, чтобы подавать сигнал, если вас придется искать. Одежда тоже должна быть соответствующей. Маслята, подберезовики, подосиновики, грузди, рыжики, волнушки, опята, лисички и царский белый гриб. После обильных дождей в лесу все чаще можно встретить грибные полянки. На территории России растет около трех тысяч видов грибов, которые появляются в разное время года. Из них в пищу употребляют около трехсот. Есть такие, которые можно собирать уже зимой или весной. Но наиболее богаты грибами конец, лето и осень. Чтобы собрать грибы, надо знать, какие вы хотите, в первую очередь. Желательно, конечно, так как местность у нас вся известная, вокруг нашего города мы знаем, в сторону Рожигалова, Павловки, великолепные места у нас там есть, в сторону Мордовии. Здесь у нас в сторону Вознесенска, прямо там, где у нас залежи белых, собственно говоря, грибов и маленьких таких рыжиков, рыжиков и лисичек. Ну, вчерашний день показалось, что 40 минут в лесу – два ведра. По грибы Вячеслав Викторович ходит с детства. Обязательный атрибут любого грибника – деревянная палка. Делится он секретами тихой охоты. С ее помощью легко заглянуть под низкие кусты, а также стряхивать с травы клещей и насекомых, чтобы расчистить себе тропинку. Искать грибы лучше в тенистых местах. Они очень любят влагу и тяжело переносят засуху. Между лесными грибами и магазинным аналогом Вячеслав Лопашов, не задумываясь, выбирает первый вариант. Я предсчитаю просто натуральный наш лес. Тем более в наших лесах, вот у нас, да, средней полосы, грибов огромное количество по разнообразию. То есть вы можете выбрать по вкусу, естественно, да, помимо шампионов. Вы можете выбрать себе по виду, да, уж ничто не заменит. Вот подосиновик с красной головкой, торчащий где-то там под листочками, да. И, например, со сморчком, который только весной бывает. Они страшненькие такие. Грибы – источник белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм, а также благотворно воздействуют на кроветворение. Однако при сборе грибов нужно быть крайне внимательными и ни в коем случае не брать незнакомые виды. Вполне возможно, они могут быть ядовитыми. Ну вот, например, когда моему маленькому было три годика, мы уже пошли с ним в лес. Ну, внученочку. Все, я ему тоже дал палочку, он шел вот так, собирал. Правда, когда он увидел первый раз этот красивейший подосильник, он его схватил и так же и в рот потянул. Ну и говорил, если грибки пока кушать, их надо варить. А поганки, то есть я ему показываю, вот эти грибки плохие, их не берем. Если вы все же не уверены в том, чем съедобный гриб отличается от поганок, лучше взять с собой опытного сопровождающего. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Одно из величайших сражений в истории нашего государства. Ученые его ставят в один ряд с такими выдающимися победами, как Ледовое побоище, Куликовское и Полтавские битвы. В поселке Песоченке городского округа Чехово отметили 450-летие Маладинской битвы. В честь одного из главных сражений в истории Руси провели иммерсивный фестиваль «Гуляй город». 450 лет назад как раз крымский хан Девлет-Гирей решил Русь полностью покорить, тогда уже Московское царство, и явился с 120-тысячной армией. Причем не просто сам, но и при поддержке турецкого султана. Он пришел уже не просто грабить, как обычно это у татар бывало, но уже захватить, скажем так, города, захватить Москву и посадить уже своих наместников. В бою сошлись русские войска и армия крымского хана Девлета Первого Гирея, которая значительно превосходила русских в численности. Но, несмотря на это, в итоге понесла большие потери и была вынуждена бежать. Благодаря этой победе московскому государству удалось на 20 лет прекратить набеги на свои земли. Напряженные бои шли в течение пяти дней. Русским воинам удалось победить во многом благодаря использованию полевых укреплений «Гуляй город». В реконструкции участвуют как кавалерия, так и пехота. Ну и, понятное дело, работают пиротехники, которые работают от души, взрывы, грохот, стоял совершенно страшный. За всем этим в этот раз наблюдало аж на 42 тысячи человек, потому что фестиваль юбилейный, 450 лет, достаточно круглая дата. Наконец, про эту самую битву у нас начали вспоминать по-настоящему и говорить на самом высоком уровне. Для Саровского клуба исторической реконструкции и ролевого моделирования «Армир» участие в фестивале было особым. Это крупнейшая реконструкция, в которой организации приходилось участвовать за всю историю объединения. К подготовке подошли ответственные, почистили оружие, приготовили форму стрельцов, а за боевым духом отправились на поле сражения. Ну это совершенно потрясающе, потому что это самый крупный в России фестиваль, посвященный временам Ивана Грозного. То есть очень большое количество участников, экшен на поле совершенно потрясающий. То есть такой динамики, такого, скажем так, накала, в общем-то, я даже не припоминаю. Бег, езда на велосипеде, плавание. Спорт уже давно стал постоянным спутником Дмитрия Сиренко. Мужчина им заинтересовался еще в старших классах, а в институте купил первый шоссейный велосипед. Тренировкам Дмитрий уделяет 5-6 дней в неделю. Плавание, велосипед, бег, зимой лыжи, в зависимости. Ну а по времени это все зависит от вида. То есть если плавание, то это примерно занимает около часа. За час можно проплыть 3 километра примерно в среднем темпе. В июле Дмитрий решил проверить свои силы в заплыве через Волгу. Он успешно преодолел самую длинную дистанцию 5 километров за 1 час 22 минуты в рамках международной плавательной серии «Х-Вотерс Волга-2022». В этом году в нем приняли участие российские и иностранные спортсмены. Всего более 1700 человек из 150 городов России, а также из других государств. Организаторы мероприятия начинали свою работу с инструктажа о безопасности всех спортсменов. Безопасность на воде обеспечивали сотрудники МЧС по Нижегородской области, а также инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. Все прекрасно, хорошая организация, хорошая погода. Было довольно жарко, но температура воды была достаточно комфортная, примерно около 19 градусов. Немножко было волнение, потому что первый раз плыл на такую дистанцию, но доплыл с хорошим для себя результатом. Я доволен. Сейчас Дмитрий готовится к олимпийской дистанции триатлона, которая стартует в Москве через три недели. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Разминка, последнее напутствие тренера, командный настрой и игра началась. Первый тайм для наших футболистов начался хорошо. Через несколько минут после начала матча Икар-2006 забил пенальти. В течение всего тайма саровчане держали соперника, химик из Дзержинска, подальше от своих ворот и не пускали игроков на свою зону. Уверенно перехватывали мяч и вели его к воротам химика. Игра для нас складывается довольно-таки успешно. Выиграем 3-0 после первого тайма. Соперники играют, так скажем, хорошо, но мы лучше. Хотим забить побольше, чтобы была по разнице забитых и пропущенных у нас больше, так как это может быть учитываться в конце сезона. Для саровских игроков в рамках первенства Приволжского федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения уже прошло две игры на домашнем поле. Первую игру сыграли в ничью. Во второй раз Икар-2006 вырвался в лидеры. Схватка с химиком – это третья игра в сезоне первенства ПФО. Ну, игра идет хорошо, соперник, так сказать, не такой уж и сложный, но играть неплохо все же. Ну, трудности, у нас был небольшой такой перерывчик недельки-три, поэтому у нас первая-то игра, вот немножко такой суета у нас, так что вот охота выиграть и во втором тайме забить побольше и не пропустить желательно. Думаю, забьем еще и не пропустим. Ну, пройдет второй тайм успешно. Икар-2006 стал победителем этой игры и разгромил противника со счетом 6-0. В рамках первенства Приволжского федерального округа пройдет еще несколько футбольных матчей как на домашнем поле, так и на выездах. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.